Всем здрасте дорогие друзья и сегодня, как вы видите, я зашел на официальный сайт LEGO, чтобы рассказать и показать вам новый набор 2021 года. Он выйдет примерно в сентябре или в октябре, оно там написано 1 октября на сайте, 1 десятого. Давайте подробно рассмотрим данный набор, я как раз для этого специально зашел на официальный сайт LEGO. И давайте начнем с самой первой фотографии, тут в принципе нечего рассказывать особо, разве что мы, во-первых, видим новые детали, такие как арки черные, они будут точно такие же, как в Феррари, но только черноцветок, как видите. И также вот эти арки уже оранжевые, они как в Порше, только без принтов и, короче, просто оранжевые арки, что очень даже хорошо. Колеса, как видите, тоже от баги, полный 71 миллиметр они. Также вот как у ландробера будет вот такая вот ручка для поворота, и она будет соединена с рулевой рейкой, конечно же, и она будет также сниматься, как у ландробера, это будет очень прикольно. Я буду надеяться, что вот это принт все-таки, это во-первых. Ну, и, собственно, конечно же, новые панели, как без них. Мне, если честно, вот не очень нравится, что вот этот вот капот, он как бы немножко выпирает вперед, но это уже дело вкуса, как говорится. Давайте рассмотрим дизайн коробки, тут особо ничего рассказывать, даже если приблизить, особо ничего не рассмотрим. Ну, как всегда, колесики нарисованы, погнали к следующей фотографии. Тут ничего интересного нет, вот тут мы можем рассмотреть, какая будет примерно передняя подвеска. Разве что, про спойлерю, там не будет переднего привода, и привод будет задний. Сейчас я как раз покажу, почему. Жесткие желтые амортизаторы, сзади у нас такая же история, но только с серыми амортизаторами. Пливод там уже будет, там можно, кстати, рассмотреть старенький дифференциал, на удивление. Можно было туда, кстати, и ноготь пихнуть в целом. Также более подробно рассмотрим задний мост особого. Внимание, кстати, у меня падает на пампер задний, не знаю почему, но он как-то привлекает особо. Он сделан, вот такой номер у него, очень прикольный. Тут можем рассмотреть задний мост подробнее. Вот так вот он выглядит всё. Ну и, как вы видите, вот здесь вот, на переднем мосте мы не видим шрусов, а значит и не будет переднего привода. Тут, на этой фотографии мы можем рассмотреть вообще все габариты данной модели. Ну, как вы видите, она будет довольно-таки большая. Ну, как больше. Вот теперь дизайн задней части коробки, такие же открывашки, в принципе, как у Land Rover, кстати говоря. Вот такое сравнение представлено. И можем рассмотреть его вот таким образом, ребята. У нас, как видите, задний мост. Также ещё, очень интересная штука, о, кстати говоря, тут наклейка есть, что это, как ни странно, весь набор новых деталек. Тут больше особо ничего не будет. Ещё для меня удивлением было то, что тут есть задний салон. Я думал, что его, как бы, просто не сделают. Но, как видите, как в Land Rover, всё очень круто. Продитализировано также из ожиданий у нас будет двигатель. Скорее всего, 6-цилиндровый. Возможно. Ну, я предлагаю нам переходить к следующей части видоса. Сейчас покажу вам видос из интернета. Погнали. Ну что ж, вот мы переместились к нашему видосику. Будем постепенно так листать. Вот тут мы видим сам наборчик. Детальки, короче, но нам это особо не интересно. Мы можем посмотреть этот набор снизу. И вот тут будет момент. Там, как мы видим, кстати, на заднем масте стоит шаровое крепление. Две коротеньких тяги. Ну, кстати, белая рамка, как в Top Gear Rally Carre. Вот. Смотрим дальше. Двигатель, как и ожидалось. Конечно же, 6-цилиндровый, абсолютно не вписывающийся вообще сюда никоим образом, благодаря своим гигантским размерам. Кстати, как говорят, и колеса данного набора. Вот тут, кстати, рамка стоит. Тоже. Давайте смотреть дальше. На этих кадрах мы ничего. Слуха не видим. Вот тут как раз нет шрусов. Это... Да, конечно, не в него. Но... Ладно, ничего страшного. Передний привод не такая уж страшная. И плохая штука. И, кстати, как бы, вот есть вот эти новые коннекторы. И мы начинаем. Вот. Они в сером свете у нас. И здесь... Кстати, ручка. Она, как я говорил, она будет здесь в черном свете. Тут особо ничего мы не можем посмотреть. И тут мы видим, кстати говоря, вот буквально... Вот сейчас вот тут... Что у нас открываются все двери данного набора. Вот так вот. Вот так вот. Здесь открывается задняя дверь. Ничего такого особо. Приборная панель. Она, кстати говоря, очень прикольная сделана. Мне очень нравится вот этот экранчик в виде наклеечки. Очень стильно выглядит. Мне очень нравится. Здесь мы можем лицезреть данный набор, кстати говоря, надеюсь. И буду надеяться, что вот это принт все-таки. И... Это Лего, наверное, опять нам подставляет самый удачный ракурс данного набора. Но сзади нам никто его не собирается показывать. Ну что ж. Я думал, что можно переходить к последней части видео. А именно посмотреть уже настоящую модель. Погнали. Вот мы и переместились к нашим картинкам. Показать хочу, чтобы буквально совсем несколько картинок. Это вот эту. Во-первых, колеса нифига не... И, конечно, у Лего. Нити. Это мы сразу понимаем, как только смотрим на данный автомобиль. И так же понимаем еще одну вещь, которую мы сможем понять, когда посмотрим на одну фотографию. А вот на эту. Задние фары и бампер. Лего. Вот что такое вот с вами? Почему вы все время задние фары... Как бы вы вот такой вынос не делаете вот на вот эту, так сказать, грань автомобиля. Вы их лепите все время на багаж. У меня это как-то бесит. Меня. Не знаю, как вас. Но меня бесит. Также бам. Ну, у Лего он в принципе нормальный, но все равно он выглядит немножко не так, как хотелось бы. В целом, ничего сказать особо больше. Короче, можно ничего особо не говорить больше. Ну, как бы в данной модели Лего в целом все нормально получилось. Мешки. Разве что как будто убирает. Ну, вот так вот вперед у Лего. Но это особо нечестрашно. Мне в целом понравилось, что Лего все сделали. И, кстати говоря, не знаю, было ли это мышка на или нет. Но как по настоящей модели, у нас это было в каком-развале находится. Ну, в Легоской модели. Это, я не знаю, было ли это осмысленно сделать, то знаю. Ну, что ж. Вот так вот, ребята. Сегодня Легоосик был. Всем, кому понравилось. Всем удачи. И всем пока.